Он доставляет письма бойцам под обстрелами, прямо в окопы. Ульяновец Максим Давыдов ездит на передовую и передаёт посылки для наших земляков. Максим – отец двоих детей, общественник, руководитель предприятия. Когда объявили мобилизацию, его брат-контрактник уехал на фронт и не выходил на связь более 60 дней. Размеренная жизнь Максима изменилась. Он стал искать возможности наладить контакт. Спустя недели стало известно, что его брат жив и здоров. А Максим к этому времени и организовал благотворительный фонд, и сделал большое доброе дело для бойцов и их семей. Перед Новым годом получилось сделать сюрприз женам и матерям наших мобилизованных. Когда я приехал с Ватова именно на сам передок, спросил, ну помимо гуманитарки, мы там ребята все дружные же. То есть туда приезжаешь, и как будто ты к братьям приехал. То есть там все дружные, все родные, кто первый раз тебя даже видит, ты становишься ему сразу как брат. То есть каждый хочет тебя накормить тушенкой, напоить кофе. И когда речь зашла, помимо гуманитарки, когда они последний раз выходили на связь, ребята сказали 4-5 недель. То есть около 4 месяцев получается их родственники не видели, только они выходили урывками на связь. И 4-5 недель вообще, о них не было ни слуху, ни духу. Наш почтальон предложил ребятам записать видеообращение, отправить их родным. Но не все так просто. Можно представить, какие эмоции ожидает того, кто получил видео с незнакомого номера, особенно когда близкий человек находится на передовой. Любое видео сразу будет, или в плен попал человек, да, что хотят. То есть непонятно, с неизвестного номера телефон. Я придумал поздравление, написал всем, что добрый день, меня зовут Максим Давыдов, я почтальон из Ульяновска. Максим на днях уезжает в третью миссию. Пора отвозить письма и подарки. Собрали достаточно. Полная газель упаковок с водой и другого провианта. И презенты от ульяновских школьников и их учителей скоро поедут в места сражений. В этих коробках все самое необходимое. Вкусные гостиницы, теплые вещи. Посылку собирали ученики 26-й школы и 30-й гимназии. Но сначала надо разобраться с делами в Ульяновске. Перед Новым годом школьники отправляли бойцам письма. Ответы пришли недавно. Теплые слова от наших защитников прочтут и те, кто постарше. «Здравствуй, дорогой солдатик. Я не знаю тебя лично, но я знаю, что ты сейчас защищаешь родину. Хочу пожелать тебе победы. Возвращайся скорее». Это письмо от Ксении. Ей скоро исполнится 20 лет. Она учится в колледже. Девушке ответил боец. Не менее душевное послание скоро она получит. До поездки на передовую остаются считанные дни. До отправления Максим планирует вручить письма с фронта ульяновцам. Виктория Черкова, Герман Баранов. Улправда ТВ.